Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю Господу! Продолжаю цикл программ дорожной беседы. Поезд Днепр-Москва, 106-й, 3-й вагон. Я еду в отдельное купе и имею возможность записать сегодня ранним утром такие программы. Вот, сегодня у нас 12 августа 2016 года. По еврейскому жилету исчислению еврейского календарю сегодня 8 августа 5776 года от сотворения мира, от сотворения Адама. Вот такая дата. И завтра 9 августа, это событие, о котором я рассказывал в первой части. Сегодняшней беседы. Это печальная дата разрушения храма, очередная годовщина этой трагедии, великой-великой трагедии. Но, с другой стороны, эта трагедия, она озарена надеждой, озарена, знаете ли, Божьим откровением, Божьим чудом. Потому что, действительно, с одной стороны, да, храм был разрушен во исполнении слов Мессии, слов Масшеха, Иисуса Христа, который сказал ученикам своим, осматривая в Иерусалиме, храм, здание храма, камни храма, он сказал, что все будет разрушено, камня на камне не останется. С другой стороны, в эти же самые дни началось строительство церкви Бога Живого, в которой есть столб и утверждение истины. Храма третьего, третьего храма. Первый храм был построен Соломоном. Второй храм, уже после того, как вернулись из рабства, построен был храм. Третий храм, он еще строится. Уже два тысячелетия. Без малого два тысячелетия продолжается стройка. Стройка тысячелетий. Удивительная шесть стройка. Апостол Павел, в те дни, когда храм еще существовал, храм еще не был разрушен, то есть еще не исполнились слова Иисуса о разрушении храма. Где-то до семидесятого года все это было. И апостол Павел, Шауль апостол, он написал верующим в город Каринф следующее послание. Свое послание, знамятое послание Каринфянам. Первое послание, 3 глава, 16 стих. 1 Коринфянам, 3, 16. Он написал, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет вас? То есть сегодня храм Божий, а в шутбожий, как на Руси говорили, или храм не из бревен, а храм из рёбер. То есть живой человек является храмом Божьим. Сегодня живые люди составляют великий храм Божий, как живые камы. То есть то и Соломон Премудрый, и потом после Бренового Минонска. Люди отстраивали из камней, мёртвых камней. Мессия начал своё строительство третьего храма уже, без живых камней. Эта стройка тысячелетий продолжается. На основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Камень, который фундаментальный нашей веры. Камень, который отвергли строители, на который, да, трагедия это совершилась на самом деле. Но который стал головою угла. Это было от Господа Бога. И это дивный очаг нашел. И это тайна. Строительство этого храма. В каждом кирпичике этого храма, как в каждой клеточке этого тела, Христа, ДНК Иисуса. По мне, в тебе, если ты принял Христа в сердце своё, Иисуса Христа, как своего личного Господа, Бога Спасителя, то в тебе также Иисус Христос живёт, царствует. И ты часть этой стройки, ты клеточка в этом теле Иисуса Христа. Ты живая клеточка в живом теле Иисуса Христа. И в тебе ДНК Иисуса Христа. Это потрясающе. И живые камни, на самом деле, уже два тысячелетия, почти два тысячелетия, продолжается стройка, и живые камни в эту стройку, они вкладываются, они созидают собой всё выше и выше это сооружение огромное. Куполом Сам Иисус Христос является и основанием Сам Иисус Христос. Написано в том же первом послании в Коринфе, апостолом Павлом, 3 главе той же самой, 11 стихом, чуть выше написано, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, в которой есть Иисус Христос. И дальше говорится, что мы все строим. Каждый из нас, каждый кирпичик, каждый камень в этом храме, живой камень, каждая клеточка, в ней ещё произвели процесс внутри, в этой камне, в этой клеточке организма, части тела Иисуса Христа, члена тела Иисуса Христа. Происходит строительство. Это удивительно. Живой, великий организм. В каждой клеточке ещё что-то дополнительное стройка происходит. И Павел пишет, строит ли кто? Из золота, серебра, камней драгоценных, дерево, сен, залому. Каждого дело обнаружится. День покажет. Кто как строит. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Ну, впрочем, он говорит, впрочем, сам спасётся. Но так как бы земля. И разве не знаете, он пишет дальше, в 16 стихе, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас. Да, друзья, Нилсорский, Заволжские старцы, нестяжатели, как раз говорили, что действительно храм Божий это живой человек. Великое откровение, величайшее откровение всех времён и народов. Откровение о храме, о царстве Божьем, о храме Божьем. Царство Божье сегодня это мы с вами, верующие, возрождённые от нетленного семени, рождённые от Бога. Боги, рождённые от Бога. Новое творение, рождённые от Бога. Народ Божий. И это великое таинство. Вот 9 ава, с одной стороны, дата трагическая, конечно, мы вспоминаем разрушение храма. И мы, я думаю, что иудеи, и христиане, все, кто доверяет Библии и признаёт Библию, по крайней мере, Словом Божьим, однозначно эту дату чтут и вспоминают как именно такую трагедию, личную трагедию. И разрушение храма и первого, и второго храма. Сейчас у неё строительство, я думаю, третьего уже храма. Так вот, разрушение и первого, и второго храма это очень важный урок для всех нас, и евреев, и христиан, всех признающих Библию Божьим Словом. Это очень важный урок. Потому что апостол Павел когда писал, что мы храм Божий, верующий теперь, он также напреждал, что кто разорит храм Божий, того покорает Бог. И он говорил, что действительно храм Божий свят, а этот храм вы. То есть храм можно разорить, храм можно разрушать. И мы не должны разрушать храм, мы должны созидать храм. Каждый живой камень, каждый поместный, который мы не знали, который мы не знали. Но он сказал, этот храм. что вы хотите, Потому что вы не знали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...